В течение нескольких дней в Великом Новгороде гостил известный французский писатель, автор детективов Франк Телье. Его творческая встреча с читателями в Новгородской областной библиотеке собрала аншлаг Серафима Корша о том, что спрашивали у прозаика. Инженер-программист по образованию Франк Телье еще с детства тяготел к детективному жанру. Наверное, потому что именно это направление требует особой логики от автора. Сюжет всегда должен быть продуман до мелочей. Поэтому и неудивительно, что будущий мэтр французского детектива вырос на приключениях Шерлока Холмса и Арсена Люпена. Но любовь к литературе и сочинительству не сразу взяла верх. Написав свой первый роман, в 28 лет Телье еще долго приходилось жить двойной жизнью. Днем специалист по вычислительной технике, а вечером писатель. Сегодня, спустя 17 лет с момента написания первой строчки, теперь же автор десятка бестселлеров уверен, что встречи с читателями – его главный источник вдохновения. Естественно, их критические замечания, их точки зрения помогают мне изменить что-то или улучшить в моих текстах. Для меня, мои читатели – это часть моей работы, которая очень-очень важна. То, что в этот вечер зал Новгородской научной библиотеки был просто переполнен людьми разного возраста, говорит о том, что в нашем городе Франко Телье не просто знают, а читают взахлеб. Кто-то задавал вопросы прямо на французском. Большинству, конечно, приходилось изъясняться на родном языке. Но это совершенно не проблема. Из 17 романов писателя уже 14 переведены на русский. Поэтому его новгородским поклонникам есть о чем спросить. Вы в своих романах, в некоторых, оставляете открытый финал. То есть вы, когда пишете историю, вы уже видите, чем она закончится или нет? Здесь Франк Телье не обходится без красивых аналогий. Свои романы он сравнивает с известными французскими велогонками «Тур де Франц». Всегда заранее знаешь маршрут, но никогда не знаешь, куда он приведет. Спортсмены могут сойти с дистанции, спортсмены могут упасть. Спортсмены могут испытывать огромные сложности на трудных участках. Есть участки, на которых велосипедисты устают смертельно. И когда я начинаю писать книгу, у меня примерно карта «Тур де Франц» в голове со всеми этапами, которые будут... Разумеется, захватывающие расследования Телье читатели ждут с нетерпением. Поэтому вопрос вдохновения и творческого кризиса волнует любителей детективного жанра больше всего. Что делать, если муза не приходит? Писатель предлагает относиться к этому философски. Вы знаете, да, когда созрели фрукты или овощи, земле нужно дать отдохнуть перед тем, как она снова начнет плодоносить. И нам кажется, что в это время земля ничего не делает, но она как раз наполняется новыми силами для того, чтобы произвести новый урожай. Впрочем, долго ждать новый шедевр из-под пера французского литератора нам точно не придется. В России Франк Телье пробудет целую неделю. Посетит Москву и Санкт-Петербург. После этого вернется домой и примется за работу. Так что советуем всем поклонникам не расслабляться и внимательно следить за книжными прилавками. Серафима Карша, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидени. Новости Новгородской областной телевидени.